В гости к Олегу Блиндову мы наведались вместе с активистами Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Ребята, студенты университета имени Франциска Скорины, тоже включились в национальную акцию «Беларусь помнит». Ее цель – собрать как можно больше информации о военной жизни земляков, прошедших дорогами войны. Большое спасибо за то, что вы делали для нашей молодежи, которая сейчас живет в мирной стране. И что благодарны мы за это вам, ветеранам, которые для этого кто-то отдал жизнь, кто-то отдал свое здоровье. Но все это делали для нас. Спасибо вам большое за это. Вот это манитет наше. Спасибо. 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 В благодарность Олег Назарович цитирует строки из собственных стихов. У него их к 96 годам накопилось на несколько сборников. Приснился мне атаки весь бедлан. Врага калю, а сатанилы там. И вроде у победной я черты. А я хотел, чтобы приснилась ты. Приснилось мне, что я стою в Кремле. И Жуков сам вручает орден мне. Такой нигде не видел красоты. А я хотел, чтобы приснилась ты. Уверенные Беларусь помнит, это и для них, еще совсем юных, стимул узнать больше о своих предках и их подвигах. Не просто из учебников. Каждая такая встреча – живой урок истории. Мы с ребятами в рамках акции «Беларусь помнит» посещаем ветеранов, собираем у них информацию о том, где они воевали, вообще их сведения, какие у них были заслуги, какие у них воспоминания связаны с этим событием, скажем так. И очень приятно то, что многие ребята отзываются на эту акцию и выкладывают в социальных сетях под этим хэштегом свои истории своих дедушек, бабушек, прадедов, прабабушек. И что будут помнить не только наши поколения, а что эти записи останутся и для следующего поколения. Так как ветеранов становится у нас, к сожалению, все меньше и меньше. Не за горами у ветерана столетний юбилей. Несмотря на уважаемый возраст, он с улыбкой, оптимизмом смотрит вперед и радуется жизни. Здоровье, говорит Олег Назарович, еще позволяет и на съездить. И даже в Минск к друзьям. Да и хорошая пенсия дает такую возможность. Кстати, каждый год ветерану положена путевка в санаторий. А если желания ехать нет, дают денежную компенсацию. Плюс не оставляют без внимания. Каждую неделю приходит соцработник. Наводит порядок, если нужно, выполняет поручения и просьбы. Лекарства я получаю бесплатно. Представляете, бесплатное лекарство. А в таком возрасте лекарство, знаете, сколько стоит? Уйма. Ездите, я могу бесплатно. Я, например, если бесплатно по городу, ну и на расстоянии, скажем, до 40 километров тоже бесплатно. Еще талоны выдают, что я могу ездить и за пределы республики, пожалуйста, тоже это. Пособие, лишь пособие такое. Если я не поеду в санаторий отдыхать, я получаю 10 базовых величин. Сегодня в Гомельской области проживает 915 ветеранов Великой Отечественной войны. Участников около 400. И с каждым годом их становится все меньше. Только вдумайтесь, в Наравлянском районе остался всего один ветеран. Именно потому уделить внимание каждому не просто государственная задача. Это почетный долг нового поколения белорусов. И в этом году социальные службы посетили каждого, узнали его проблемы и пожелания. И по возможности постарались решить все вопросы. В том числе не без помощи предприятий, организаций и молодежи региона. Ежегодно проводятся обследования условий их проживания для того, чтобы выявить их все потребности и нужды. Вот в преддверии празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков уже такое обследование проведено в первом квартале текущего года. Все заявки, которые поступили от ветеранов и лиц пострадавших от последствий войны, мы выполнили. Основные просьбы, которые поступали, это ремонт жилых помещений, противопожарная безопасность, это ремонт печей, электропроводки, установка автономных пожарных извещателей. Почетный долг каждого белоруса – хранить память о подвигах предков, собирать по крупицам сведения о ныне живущих и тех, кто уже ушел, чтобы из поколения в поколение передавать истории о дедах и прадедах, которые ценой своей жизни принесли стране великую победу и бесценную свободу. Помочь в этом может каждый, приняв участие в общенациональном проекте «Беларусь помнит» среди вариантов размещения в соцсетях истории о военном пути своих близких с хэштегом «Беларусь помнит». Челлендж активно подхватила молодежь. А сколько людей с портретами своих родных вышло 9 мая на центральные улицы городов. Все это в очередной раз подтверждает в Беларуси и у белорусов по-прежнему велик запрос на правду о событиях Великой Отечественной. Правду, которая жива, пока Беларусь помнит. Марина Джала, Евгения Макенко. Новости недели.